Добрый вечер, дорогие друзья! Почему вечер? В 4 часа уже вечер. Уже начинает темнеть. Я вздумала немножко сходить прогуляться. Во-первых, у меня закончился хлеб. Вы меня там спрашивали, Лена, что хлеб не печете? Как-то поднадоел немножко свой хлеб. Хочется что-то такое ржаное, темное. Поэтому нашла вот для себя хлеб с семечками, который называется сытный. И на него подсела. Конечно, там много калорий из-за семечек, но уже очень вкусно. И просто так, и на бутерброды. Смотрите, какая красивая у нас улица. Я то несу тачку, то рука устанет, ее везу. Вы уж не обессудьте. И немного шоркаю ногами. Скользко у нас не посыпают. Кто мне там кто-то писал. Вы так шоркаете ногами. Ну, извините, не буду шоркать. Растянусь. Вот. У меня все по-простому. Никаких прекрас. Жизнь, как она есть. Вот. Ветерок такой неприятный. И срывается снежок. Даже не знаю, как мне быть. Нет, не пойду я в нашу пятерку. Какая-то она немного дороговата мне показалась. Здесь не все, но многие вещи. И яйца дороже, и масло дороже. Вот. Видите, какой на мне снуд, воротник. Я очень люблю такие вещи. Не люблю вот эти шарфы, которые в несколько оборотов. Они вечно мешают. Они вечно развязываются. Их как-то нужно укладывать. То ли здесь, вон, голову продел, и все. Вот. Вчера была дочь. Подарила я ей все-таки эту повязочку. Как же она была рада. Повязка с араном, которая налобная. Теперь у нее комплект. Конечно, она это будет использовать как мини-шарфик. Вот так же, как и я. И она вчера одела это все. И говорит, ой, мама, Как же тепло, как хорошо, ничего не дует. Расцеловала меня. В общем, теперь у нее красивый комплект. Шапку она очень любит. Не снимает ее. Хотя раньше она все время ходила с голыми мозгами, как у нас говорят. Но вот теперь появилась хорошая шапочка, связанная мамочкой. И она из нее не вылезает. Ну и, конечно же, меня это радует. Так что, сейчас схожу в центр, в магнит. Вот уже дошли и до трассы, которую мне нужно преодолеть. Слышите, как шумно? Вот что значит, когда дом стоит в несумном месте, когда тихо. Я бы вот не хотела даже вот здесь жить. Вот здесь вот дома. Дома же тоже есть. И люди живут. А вот дом вообще на дороге стоит. Обратите внимание. Вот, вот этот рыженький. Он стоит прямо на дороге. Как там жить, я не знаю. Я бы не смогла. Прям вообще даже трех метров нет. Так что, в Чеплыгине тоже есть шумные места возле трассы, возле дороги. Не везде такая благодать, как на нашей улице. Вот. Может быть, на обратном пути зажгутся огонечки. Покажу вам вечерний парк. Уже теперь, можно сказать, зимний, хотя и календарная осень. Ой, вереница машин. Сейчас немного отключусь, чтобы вы этот шум не слушали. В общем, преодолела я трассу. Теперь в более безопасном месте можем разговаривать дальше. Мне очень понравилось ваше предложение по поводу сделать рубрику посиделки у камина. Интересная затея. Может быть, я попробую просто так выйти, ничего не показывая. Может быть, это даже будет прямой эфир. Но я прямые эфиры, если честно, не люблю. Отвлекаешься на сообщения, теряется мысль. Вот. Может быть, буду что-то вам наговаривать, просто сидя у камина. Красивое место. И поговорим, как вы пишете, за жизнь. Может быть, повяжем. Ну, не знаю, повязать, наверное, не удастся. Просто поговорить, почему бы и нет. Как будто вы пришли ко мне в гости, и мы решили с вами просто почаевничать. Вот мы практически и в центре. Вот так за разговором дошли. У меня закончились фруктики. Сейчас зайду к Шуре. Куплю опять хурмушку, яблочек. Ну, в общем, такая прогулка. Приятная, с полезным. И в магазин сходить, себя показать, с вами поговорить, и видео загрузить на YouTube-канал. Пока у меня получается снимать видео каждый день, уже втянулось, друзья. Знаете, действительно, как работа стала, подумала, что вам показать. Отстрелялась, как говорится, дальше занимаюсь другими делами. Думаю о новых идеях, чтобы вам такого интересного показать. Вот. И как-то так мелькают дни вереницы. вот уже зашли, дошли мы до магазина овощи и фрукты. Но я на обратном пути зайду, потому что мне сейчас магнит надо хлебушек посмотреть. Как раз мой хлебушек, вот этот батон черниговский привозят после обеда. Может, мне удастся его урвать. Не всегда он бывает, а мы его слишком очень любим. С молоком он вообще как булка. О, уже и готов в магазин. Смотрите, все интересно, что же здесь будет. Ну, узнаем уже скоро. Вот, и дошли мы до парка. Я сейчас переключу камеру, и вы меня уже смотрите 8 минут. Я уже вам надоела. Посмотрите на наш почти зимний парк. Еще кое-какие листочки вот есть на березоньке. Немножко видимость плохая, но это потому, что, во-первых, уже темнеет. А, в парке, видите, посыпали песочком. Хорошо. Вот. наш храм. Не знаю, как он называется, но я слышу колокола даже у себя дома, когда звонят. Сейчас немножко приближу. Вот. Ну, вы, в принципе, все это видели. Ну, а других парков у нас нет, поэтому будем это наблюдать часто. Так, кофе-дэй работает. Там прокат. Видите, можно зайти попить кофейку, съесть пироженку. Очень классно. Вот так погулял по парку, намотал кружочки и пошел немножечко погрелся. До 11 часов, между прочим, работает. написано там натуральный кофе. Вот так. Так, ну, куда пойдем? Сюда пойдем? Ну, давайте по нашей аллейке пройдемся, что ли. Вот. Очень красивая аллея была по осени золотой. Сейчас, конечно, уже все опало. но все все равно, как-то вы знаете, хочется уже какого-то морозца. Хочется снега, метели. Ну, мы в России любим любые времена года. Если у нас лето, то оно настоящее, тоже жаркое. Если зима, то она морозная и снежная. Вот. Это аллейка моя любимая. Детвора гуляют. Сейчас аллейку пройдем, и вот уже магазин магнит. Так что, в принципе, если бы даже не открыли пятерку возле нашего дома, то не так уж и далеко ходить в магазин. Так, друзья, пока приостановлю видео, у меня уже отмерзла рука. Хотя, я вам покажу, я в варежках Шанель из комплекта, но даже в них рука мерзнет. Поэтому, пока отключаюсь. Ну, друзья, вот я и дома. Зашла я еще в магазин строительный, ну, там и строительный, и продаются корма для птицы, для животных. Ну, зашла я туда с целью купить отраву для крыс и мышей. В погребе завелись мыши, я даже ее видела, эту мышку живую, лазила зачем-то. В общем, отправляла морозьку туда на ночь, но больше отправлять не буду. Душа болела за нее, я хоть ей там и оставляла, ну, в общем, ночем полежать, куртку старую, чтоб ей тепло было. Хотя, в принципе, в погребе не тепло. Водичку оставляла, ей еду оставляла, но все равно утром рано где-то в 5 утра, то есть, она ночь там посидела с вечера 4 утра, ну, что, 12 часов почти, да, не почти, а 12 часов. В общем, утром я пошла ее забирать, она очень сильно плакала, и я, в общем, решила, что больше я не буду никого отправлять туда, никаких своих котов, но Марусю, потому что у Маруси все-таки много жила на улице, у нее опыт. Хотя, я там вставлю вам кусочек видео, наш Кузьма поймал мышку в доме. Друзья, Кузьма мышь поймал, все, уже задушил, вот так вот, а Маруську сегодня я в погреб отправила тоже мышек ловить. Кузьма, да вы на пару, ты здесь мышей ловишь, а Маруська там будет ловить, да? Видите, все, задушил мышку? Умница моя, молодец, Кузечка мышку поймал, ой, ты поймал мышку, да? Показываешь, да? Сейчас я ее заберу, умница моя, мой ты сладкий котик, да ты молодец, старичок, старичок, а мышей только ты ловишь, ты в прошлом году мышку поймал и опять, ну все, холодно стало, мыши в дом полезли. То есть, они уже даже в дом пошли, и в том году, когда мы только сюда переехали, вот буквально в то же самое время, ну вот где-то в ноябре, тоже Кузьма поймал мышь в доме, но тогда мышь была из-под, ну там где раковина, когда мы ставили новую кухню, мы увидели эту норку, заделали ее, там запенили, пока там мыши нет, но появились мышки в другом месте, сейчас я вам покажу. вот здесь вот у нас ниша под, ну в общем это идут трубы от теплого пола, теплый пол у нас идет в ванную, ванная за стеной в пристройке, и видимо вот здесь вот из-под пола, вот видите, даже глину видно, дом как бы был остукатурен видимо глиной бревна, и вот отсюда они видимо лезли. Значит здесь я делала вот такой экран, вот он, который вот так вот ну вот так вот навешивался на саморезы, и вот так вот ну как бы красиво было, все вот ничего не видно этих труб, приятно глазу, и в общем и Кузьма, и Монька стали сюда подходить, и стали лапой прям вот так вот этот экран отодвигать, и ночью он падал, в общем я потом когда увидела в зубах мышь у Кузьмы, я поняла, что они были правы наши котики, зачем они отодвигали этот экран, и в общем я пока его сняла, пока вот ноябрь, декабрь, сейчас конечно мышкам на улице кушать нечего, холода наступают, пока будет вот так вот некрасиво, пусть здесь Кузьма сидит, охотится прям целыми днями, может сидеть вот так часа два смотреть вот в это место, так что видите, как хорошо, когда в доме не один кот, так, еще очень хочу, чтобы вы мне написали ваше мнение, когда вот здесь вот горит камин, идет озвучка, мне написала женщина, что ей это не нравится, что камин, вот эта озвучка мешает, и как бы меня не слышно, отвлекает этот треск в камине, ну, я там ей написала, что всем не угодишь, вот, мне нравится этот треск, если вам не нравится, друзья, напишите мне, и я не буду включать, если вас отвлекает этот треск в камине, я просто не буду включать эту озвучку, чтобы вам это не мешало, мне не мешает, я вот сейчас отключила, чтобы рассказать об этом комментарии, который мне поступил, причем я ответила, вы знаете, что здравствуйте, по-моему, Резида зовут женщину, на всех не угодишь, ну, как бы не со зла, я просто ответила, как есть, на что мне поступило, как вы грубо, вам нравятся только лестные комментарии, ой, я вообще, друзья, я, если честно говоря, в шоке, никакой же грубости не было, я просто ответила, что на всех не угодишь, вот, поэтому я не знаю, почему вы обиделись, что такого я сказала, вот, так что мне, конечно же, грубые комментарии не нравятся, ой, если бы вы знали, сколько я сейчас блокирую людей из Украины, это, это просто жесть, друзья, вы не видите вот этой грязи, которая льется на нас, россиян, на русских, на русский мир, вы просто этого не видите, но хочу сказать вам, льется это говнецо до сих пор, и я просто этих людей блокирую, и все, до свидания, не переубедить, не доказать, и не буду больше эту тему поднимать, я к тому, что вот такие комментарии, конечно же, я блокирую и их хозяев, так, как красиво все-таки смотрится этот коврик, а представьте, если их будет несколько, и они все будут здесь вот лежать у камина, а летом будут, конечно, красоваться на наших пуфиках, а видите, как сейчас я украсила камин, и вот эти украшения веночки кошки не трогают, а вот эти весельки, которые здесь висели, вот вы видите, да, вот здесь они лежат, и тоже пока не трогают, когда было вот так вот в подвешенном виде, конечно, вот эта вот шишечка, которая висит, естественно, их интересовало, и они к утру мне все здесь позбивали, а вот веночки вот так и все нормально, да, друзья, обратите внимание по вашим комментариям, которым я очень благодарна, дельным советом, мы подняли вчера зеркало с Лешиком, и сейчас камин смотрится, ну, вот видите, как красивенько, да, мне кажется, вот в таком виде, когда зеркало приподняли мы на 12 сантиметров, как будто удлинился потолок, вот у меня такое чувство, что как будто вот все вытянулось вверх, и низкие наши потолки, которые, увы, низкие в нашем доме, как-то сейчас вот это зеркало поднято, вытянуло именно вот эту каминную зону, так что я очень вам благодарна, за ваши дельные советы, я сейчас включила светомузыку, ну, конечно, сейчас днем не видно, вот вы видите, лампа меняет, в общем, все цвета радуги, вечером очень красиво это смотрится, релакс, вот здесь у нас эта лампа такая же, и вот такая лампа там, тоже можно включить вот такой меняющийся свет, и получается красота, также можно менять и накал лампы, то есть можно светлее сделать, можно темнее сделать, вот такая лампа таблетка, красота, красивая, сейчас сниму видео, потом, конечно же, зажгу камин, включу озвучку, и буду ждать ваши комментарии по поводу мешает ли вам наш поющий камин, еще хочу вам показать свою шубу, или пальто для снегурочки, которое вы не смогли рассмотреть в одном из видео, где я его выгуливала, сейчас я вам покажу поближе, и расскажу, как я это делала, здесь у нас уже такая мимикрия, посмотрите, наш красавец уселся, и прям слился с этим пальтом, значит, друзья, где-то было видео, я уже, вы знаете, искала это из ранних-ранних видео, скоро пять лет, как я веду свой канал, вот, и я уже его, наверное, не смогу отыскать, хотя, оно есть, это видео, давайте вкратце просто, может быть, замотивирую вас, как я вязала это пальто, значит, это пальто, это старая вот такая дубленка, которую я просто обвязала квадратами, вот такими вязанными крючком, потом соединяла квадраты между собой и обвязывала вот здесь эта пряжа травка, как вы поняли, вот здесь мне пришлось немножко поморочиться, потому что здесь, как вы понимаете, пройма рукава, здесь я, ну, как бы, все это дело уменьшала, не довязывала мотив, и рукав и рукав ну, по выкройке как бы делала вот такую пройму для рукава, вот, здесь все прямо, и тоже обвязанная травкой, вот как будто это мех, вот такое пальто, здесь у меня был воротник, который я позаимствовала с какой-то курточки, он здесь служит, ну, во-первых, для того, чтобы вот этот воротник, который сверху принимал вот такую форму, ну, и с этим воротничком тоже тепло, здесь я сделала вот такую петельку, здесь просто колечко, можно вешать, вот такая, вот, вот такого цвета была, ну, я не знаю, это такая не очень теплая дубленка, вот, петельки здесь я использовала были такие, то ли бусы у меня, я не знаю, как назвать, вот я пришила их сюда, а здесь были коричневого цвета пуговицы, которые я покрасила лаком для ногтей, там были такие выемки, я туда приклеила стразики, и теперь вот это вот, вот так вот является застежкой для этого пальто, вот, значит, что здесь, здесь есть замочки, то есть пальто вот здесь можно расстегнуть, вот оно сейчас у меня застегнуто, но можно расстегнуть, единственное, нет, получилось у меня одной рукой, вот эта травка, конечно, мешает не так-то просто здесь расстегнуть, но можно, если это делать двумя руками, просто пальчик подставляем, чтобы вот эта травка не попадала сюда, то есть это пальто с разрезами вот так вот по бокам, холодно, застегнулись, тепло, расстегнулись, здесь по бокам тоже элемент вот этой травки, вот вы видите, это чтобы оторочить можно было и снизу, тоже вот этой травкой, вот таким образом это идет вот сюда и идет по швам с одной и с другой стороны, сейчас я переверну, покажу как со спины это смотрится, вот так вот смотрится пальто со спины, да, что еще, здесь квадраты, вот эти квадраты, вязанные крючком, вы видите, пряжей разных оттенков, они вязались и крючками разных размеров, то есть мы понимаем, что вот здесь квадрат поменьше, и он идет на расширение и вот каждый квадрат я уже, конечно, не буду вспоминать, да я уже и не вспомню какими крючками, что здесь как я вязала, но мысль такая, чтобы сделать вот это расширение, мы меняем просто размер крючка, ну допустим, если здесь шел крючок, допустим, двоечка, здесь у нас идет там 2,25 здесь следующий идет два с половиной следующий там идет троечка или там 2,75 там следующий идет тройка вот так вот половинками четвертинками я помню, что я меняла крючки рукавами вязала по-моему крючком одного размера так что друзья в пальто получилось такое эксклюзивное ему уже больше 8 лет я его кстати стирала сушить конечно его сложно стирала я его вручную опускала в ванну конечно отпарывала сначала вот этот меховой воротничок и потом аккуратненько в расправленном виде все и это дело сушила я знаю что будут такие вопросы а как же его стирать ну вот так вот руками потом расстилала то ли пледы то ли такие большие махровые простыни и на полу все это дело сушила и стирала я его летом чтобы было жарко на улице чтобы можно было вынести на улицу где-то под солнышко посушить поскольку здесь конечно же толстый слой во-первых и вязаное полотно еще и ну это же это все-таки была дубленка так что вот такое пальто я надеюсь я ответила на ваш комментарий я думаю что вы его рассмотрели и может быть у вас есть такое же пальто или какая-то дубленка есть почва для размышления и конечно же превращение мечты в реальность я вам всем желаю удачи я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока